МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роскомнадзор в понедельник начал блокировать телеграмм на территории России. В конце минувшей недели суд в Москве разрешил сделать это ввиду отказа популярного мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписок пользователей. Процесс блокировки телеграмма занял несколько часов, как и обещал Роскомнадзор. Пользователи в разное время в понедельник сообщали об ограничении провайдерами доступа к мессенджеру. Сайт telegram.org более недоступен. Решение о блокировке телеграмма на территории России, у которого на сегодняшний день в мире насчитывалось более 200 миллионов активных пользователей ежемесячно, было принято Таганским судом на прошлой неделе. Кроме того, в Роскомнадзоре заявили, что ведомство также потребует от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих магазинов. Причина – отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписок пользователей. Создатель и владелец популярного мессенджера Павел Дуров в понедельник заявил, что его компания считает решение о блокировке антиконституционным и продолжит отстаивать право на тайну переписки россиян. Напомним, что на сегодняшний день Telegram – самая известная в мире технологическая компания, связанная с Россией. В самой стороне мессенджером пользуются порядка 15 миллионов россиян. Подробнее обсудим тему блокировки мессенджера Telegram с обозревателем Deutsche Welle Михаилом Бушуевым. Михаил, но Telegram – это больше, чем просто мессенджер, это еще и площадка для блогеров. Насколько блокировка Telegram для них будет ощутима ударом? Я сегодня посмотрел основные популярные Telegram-каналы и обратил внимание на то, насколько спокойно они отреагировали на начало блокировки или вообще оставили это событие без реакции. В основном они призывают к тому, чтобы обходить блокировку, пользоваться или VPN, или прокси-серверами. Об этом же мы говорили с бывшим техническим директором сети ВКонтакте и важным сотрудником в Telegram Антоном Розенбергом. Бывшим сотрудником. Бывшим сотрудником Telegram. Вот что он сказал нам по этому поводу. Владельцы Telegram-канала, мне сложно на них считать. У кого-то есть рейдерные площадки. В принципе, мне кажется, что у нас в России, с учетом давней истории, Роскомнадзор не очень воспринимает всерьез. И в этом плане все рассчитывают, что как-нибудь все выкрутится, обойдется и все, кому нужно, будут пользоваться. Каналы в любом случае можно вести, потому что их владельцы достаточно подвинуты, чтобы использовать VPN. Поэтому основной вопрос, насколько просядет аудитория и, соответственно, наверное, насколько отнизится их рекламная выручка для тех, кого это важно. Кто-то ведет каналы для других целей, и у них, в принципе, я думаю, что если пользовательская база сохранилась, то им вообще без проблем это все будет. Михаил, но если говорить не о продвинутых блогерах, а о рядовых пользователях, насколько им удастся действительно обходить эту блокировку? Значит, простым пользователям придется привыкнуть к двум английским названиям VPN и прокси. По сути, это два самых популярных способа обходить блокировки не только, когда речь идет о Телеграме, но и, в принципе, защитить... Основная цель, собственно, VPN, это по-английски virtual private network, а защитить пользователя от злоумышленников. В этом смысле задуматься о том, чтобы установить себе VPN, должен любой простой, самый простой пользователь. А побочная цель, она позволяет ему обходить блокировки и делать соединение как бы поверх своей собственной сети. Это один вариант. Второй вариант устанавливать и обходить блокировку с помощью прокси-серверов. Многие считают, что блокировка Телеграма это свидетельство о закручивании гаек в России. Насколько действительно вероятно, что Москва выбрала для себя китайский, я бы сказал, сценарий, и что блокировка Телеграма это вообще такой первый сигнал? Мне кажется, что в России само выражение закручивания гаек уже несколько дискредитировано. Я обратил внимание на то, как, например, тоже популярный Телеграм-канал дизайнера Артемия Лебедева, в котором он говорит о том, что ну все это ему всего лишь напоминает игру чекистов против оппозиционеров. И есть в этом какой-то определенный цинизм и ощущение того, что на самом деле ничего серьезного не происходит. Хотя я уверен в том, что это, конечно, генеральная репетиция перед тем, как продолжить наступление на другие социальные медиа. И в этом смысле судьба Телеграма интересна, как очередной пробный шар в борьбе с независимыми социальными медиа в России. Большое спасибо, Михаил, за твою экспертную оценку. Мы будем следить за развитием ситуации вокруг блокировки мессенджера Телеграм. Другим темам. Конфликт в Сирии остается одной из главных обсуждаемых в СМИ тем. После удара США и их союзников по Сирии, министры иностранных дел стран ЕС выступили за новый раунд переговоров по урегулированию конфликта. При этом в Берлине уверены, разрешить кризис в долгосрочном плане возможно только без Башара Асада. Но многие в Европе призывают не прерывать диалог с Россией по конфликту в Сирии. В понедельник главы МИД стран ЕС обсуждают в Люксембурге пути выхода из сирийского кризиса. После ракетного удара в Сирии Франция представила новую инициативу по урегулированию сирийского конфликта. Цель в том, чтобы принять обширную резолюцию в Совете безопасности ООН, которая обеспечит в том числе режим прекращения огня на всей территории страны. Президент Франции Эммануэль Макрон делает ставку на дипломатию. В мае он планирует поездку в Петербург на Международный экономический форум, где, как ожидают эксперты, французский президент будет обсуждать в том числе и Сирию. На политическом решении сирийского кризиса настаивает и Германия. «Без России разрешение конфликта невозможно», — подчеркнул министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс. Однако некоторые эксперты скептически оценивают перспективы международной дипломатии в сирийском вопросе. «То, что мы наблюдали в Сирии, так это то, что мы чудом избежали военного кризиса. Но сегодня встает вопрос, что будет дальше с дипломатической точки зрения? Найдется ли дипломатическое решение конфликта? Я думаю, что этого в конечном итоге не произойдет. На мой взгляд, решения сирийского кризиса в ближайшем будущем не будет, потому что все стороны упорно настаивают на своей позиции. Но на стратегическом уровне между Вашингтоном и Москвой должна возникнуть ясность, что они не заинтересованы в прямой конфронтации между американскими и российскими вооруженными силами». Все попытки разрешить сирийский конфликт, говорят эксперты, должны проходить под эгидой ООН. Однако Россия заблокировала уже 12 резолюций. На встрече в Люксембурге главы МИД стран ЕС единодушно поддержали ракетные удары по целям в Сирии. В Евросоюзе призвали Россию и Иран использовать свое влияние на сирийские власти, чтобы предотвратить применение химоружия в будущем. В этот же день в Гааге состоялось заседание ОЗХО о возможном применении химического оружия в Сирии. Постпредс США в организации предположил, что Россия могла уничтожить улики на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума под Дамаском. В российском же МИДе отвергли обвинения и заявили, что Россия не занималась, цитата, «манипуляциями». «Вполне возможно, что Эмониэль Макрон, Терезе Мэй или Ангела Меркель, а может и все трое, смогут построить нечто вроде моста между США и Россией. Но, к сожалению, это будет очень-очень трудно, потому что с обеих сторон возникло огромное недоверие. Мы видим это на примере отравления Скрипалей, а также на примере химической атаки в Сирии. Одна сторона не доверяет словам другой. Но этот кризис показал всем игрокам, как быстро крупные державы могут быть вовлечены в военный конфликт. Этот кризис также показал, что американский президент готов нанести удар, в том числе и военный, и причем очень быстро. Поэтому было хорошо и важно, и правильно, что британцы и французы в этом участвовали, что они немного сдерживали Трампа. Ведь если эти союзники будут отсутствовать, как, например, Германия, то нам придется опасаться того, что американский президент вообще никого не будет слушать и просто нанесет удар, когда посчитает нужным. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель одобрила удар США и их союзников по Сирии. Однако Меркель неоднократно заявляла, что ФРГ не будет участвовать в возможном военном ударе. На другой теме. 17 апреля в США старт продаж самой ожидаемой новинки сезона книги экс-директора ФБР Джеймса Коми. Президент США уволил Джеймса Коми в мае прошлого года, видимо, надеясь положить конец расследованию о возможных связях своей команды с Кремлем. При этом президент США в течение года не раз нелицеприятно высказывался об экс-директоре ФБР. Что ответил на это Джеймс Коми и насколько его слова могут быть опасными для Дональда Трампа. Об этом в нашем сюжете. Непригодный для должности президента США и постоянный лгун. С такой оценкой Дональда Трампа выступил бывший глава ФБР Джеймс Коми в интервью американской медиакомпании ABC. Этот человек не может быть президентом Соединенных Штатов по моральным соображениям. Президент должен уважать и придерживаться ценностей, которые лежат в основе этой страны. Самая главная ценность — это правда. Но Трамп не способен на это. Морально он не может быть президентом. Коми, руководивший расследованием предполагаемых контактов между избирательным штабом Трампа с Москвой год назад, был уволен президентом с должности. Обоснованием тому была его, как указал американский лидер, некомпетентность. Коми же в своем интервью немало говорил о России и назвал ошеломляющей мысль о том, что у Москвы может быть на Дональда Трампа компромат. Это слова, которые, казалось, я никогда не произнесу. Но это так. Не исключил экс-глава ФБР и того, что Трамп, возможно, попытается помешать органам юстиции в расследовании его предполагаемых контактов с Россией, вероятно, пометуя и о своем увольнении. С тех пор, как Коми покинул пост главы ФБР, он успел написать книгу под названием «Высшая лояльность. Правда, ложь и лидерство». Уже на стадии предзаказов она стала бестселлером. Эксперты считают, что книга может серьезно ударить по республиканскому истеблишменту в США. Если же говорить о Дональде Трампе, то после твитов про Сирию президент переключился на Коми и опубликовал целую серию сообщений, посвященных экс-шефу ФБР. В одном из последних твитов Трамп подытожил. Бывший шеф американских спецслужб, по его мнению, скользкий тип и худший директор ФБР в истории страны. ОБСЕ призывают провести тщательное расследование гибели журналиста Максима Бородина в Екатеринбурге. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и большое количество вопросов. Тему продолжим в обзоре новостей. Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели корреспондента Рия Новый день Максима Бородина из Екатеринбурга. Журналист-расследователь умер 15 апреля в реанимации, не приходя в сознание, после падения из окна своей квартиры при невыясненных обстоятельствах. Бородин был одним из первых, кто написал о гибели предполагаемых членов отряда ЧВК «Вагнер» в Сирии. В Германии не хватает 440 тысяч специалистов. Об этом идет речь в исследовании Института немецкой экономики. Дефицит кадров снижает рост экономики Германии на 1% в год. Певица Кончита Вурст заявила, что уже долгие годы ВИЧ положительна. Ей пришлось признаться в этом, так как ее бывший молодой человек угрожал раскрыть диагноз. Певица начала терапию, как только узнала о вирусе. На севере Германии найден бесценный клад. Сотни серебряных монет, украшений и жемчужины обнаружили исследователи на острове Рюген. Находка принадлежит эпохе датского короля Харальда Синезубова. Она имеет огромное значение для археологов и историков. История клада, судя по всему, насчитывает более тысячи лет. Ведь Харальд Синезубый был современником крестившего Русь князя Владимира. Кстати, клад нашли благодаря 13-летнему школьнику. О развитии событий в следующем выпуске ДВН Новости, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего доброго и подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова